Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Технологии для бизнеса». И с вами ее ведут Татьяна Зайцева и Кристина Силаева. Здравствуйте. И сегодня в гостях у нас Дмитрий Мотовилов, заместитель генерального директора компании «Продуктивные технологические системы». Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте, Татьяна. Сегодня мы поговорим о рынке программных решений. Но прежде чем начнем наш разговор, расскажите, пожалуйста, пару слов о вашей компании. Как давно вы на рынке, чем вы занимаетесь, к чему вы сейчас пришли? Ну, давайте попробуем. Вернемся в далекие 90-е годы, в Московский энергетический институт. Там была кафедра САПР, я возглавлял лабораторию САПР. Я возглавлял Вячеслав Егорович Климов. Это наш начальник. На этой кафедре разрабатывались свои программные решения в области системы автоматизированного проектирования. Понемножку народ развивался. Потом они начали дружить с фирмой Computer Vision. В то время это была наиболее, пожалуй, продвинутая из всех компаний в мире по цифровому проектированию изделий фирма. Стали заниматься ее программным обеспечением. Затем эта фирма, она называлась Computer Vision, соединилась с другой крутой очень фирмой. Называется Parametric Technology. Кстати, фирма организована выходцем из России, тоже Самуилом Гейсбергом. Что лестно очень. Да, из Питера, дядька. Мы объединились, и наша фирма стала представительством Parametric Technology в России. Это было где-то в районе 1999 года. Я пришел где-то на границе 2000-2001 года в Климову работе. В этот момент мы уже стали самостоятельной фирмой. Абсолютно самостоятельной российской фирмой, которая развивала свой бизнес, но продолжала иметь тесное отношение с Parametric Technology. Ну вот мы понемножку росли, развивались, нас становилось все больше. У нас становились все более интересные, все более объемистые проекты. Автоматизированное проектирование, система проектирования. А поподробнее, что это? В чем их основная задача? Что они дают для производства, для компаний? Понятно. Задача очень простая. У вас есть коллектив, который должен в соответствии с определенным техническим заданием разработать какое-либо сложное или не очень сложное изделие. А потом то же предприятие, либо другое предприятие, которое выпускает, должно это все изготовить. Вы скажете, ну это всю жизнь делали. Он, Королев, прекрасно безо всяких инструментов автоматизированного проектирования создал легендарную «семерку» ракету «Р-7». Все замечательно. Но надо понимать, в какие сроки это разрабатывалось, какими объемами людей и за какие деньги. То есть в Советском Союзе денег особо не считали. А во времена рыночной экономики эти решения стали на вес золота? Ну, в общем, как-то да. В общем, на вес золота стал все. На вес золота стали специалисты хорошие. На вес золота стали деньги, их начали считать. И на вес золота стали сроки, потому что они сжатые. И если ты это не сделаешь, от тебя отвернутся и пойдут к другому. Даже если это оборонное предприятие, там тоже есть конкуренция. Есть коллектив, который занимается разработкой изделий и его изготовлением. Или коллективы. Может быть, конструкторское бюро находится в одном месте, а завод может находиться в 5000 километрах. Который непосредственно производит эту деталь, это изделие. Да, который непосредственно производит это изделие. Первое. Нужно обеспечить их гармоничную совместную деятельность. Всех. Отдельные подразделения. Отдельные части вот этой иерархической структуры, где есть отдел, который пишет ТЗ. И отдел, который разрабатывает эскизные проекты, рабочий проект, который обеспечивает технологическую подготовку производства. Непосредственно те, кто занимается изготовлением изделия. Есть определенная методика. Она называется PLM. Product Life Cycle Management. Что это значит? Это значит, что мы обеспечиваем гармоничную совместную работу всех этих ребят. Всех этих структур. Airbus Industry ввел прекрасный термин, который называется «совместная гармонизированная разработка». Мне очень нравится. Airbus вообще молодцы. Впереди планета всей по вот этим технологиям. Но одним из кусков этой системы, наиболее таким весомым, может быть, значимым, серьезным, является система автоматизированного проектирования. Которая позволяет создать цифровой макет изделия. Цифровой макет изделия – это полное представление изделия, как оно есть, как оно функционирует, как оно нагружается, как оно работает. Но не в реале, не в железке, а в цифре. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы это изделие полностью проверить. Скажем так, протестировать его как бы в действии, еще когда его совсем нет. Да, если это автомобиль, то это эргономика, это его динамические характеристики, как он там по кучкам прыгает, грубо говоря. – Дмитрий, значит ли это, что любую модель, деталь, механизм, будем так называть, можно протестировать еще до того, как он будет создан и запущен? Ну, допустим, мы делаем двигатель для автомобиля. Мы сразу можем понять, какой расход, какая будет скорость и так далее. А это значит просчитать все риски и, соответственно, все следующие экономические составляющие. Правильно? – Правильно, хороший вопрос. В общем, тут много интересных граней этого вопроса и в ответ тоже. Когда мы проектируем двигатель, мы работаем относительно на определенного технического задания. Во-первых, мы его должны соблюдать. Система нам помогает соблюдать требования ТЗ. Это раз. Во-вторых, что мы еще можем? Мы можем рассчитать, естественно. А самое интересное, вот сейчас это появилось, что называется индустрия 4.0, одна из ее граней – это возможность работать с так называемым цифровым двойником. Что это такое? – Что это такое? – Цифровой двойник. Вы выпустили первый прототип двигателя, поставили его на стенд, начали гонять. На этом стенде стоит определенное количество датчиков. С этих датчиков идет информация о нагрузках, о температурах, о давлениях, о вибрациях, которая обратно возвращается в цифровой макет изделий. И там отражается. И мы получаем полную обратную связь и понимаем тут же, а что нам нужно изменить. Там, грубо говоря, щеку коленвал надо, извините, другой формы сделать, потому что он гнется немножко. – То есть, если мы хотим изменить какие-то параметры, мы получаем через систему обратную связь, что нужно там добавить? – Да, вот цифровой двойник – это очень классная вещь. Это одна часть задачи. А другая часть задачи – как раз риски. А в чем еще риски? А представляете, если наше изделие окажется золотым с точки зрения изготовления. Это же ужас. То есть, это классическая советская тема. Когда сначала инженеры придумали замечательное изделие, ой, давайте его сделаем, его сделали, а потом его никто не покупает. Ой, а почему? Или мы его продаем, но оказывается, что мы его продаем в два раза дешевле, чем оно стоит. Поэтому оценка себестоимости изделия пораньше. Это дорогого стоит. И здесь есть несколько составляющих. Первое – да, как только мы подключили наших маркетологов, а именно они, если это гражданское предприятие, влияются основателями производства вытравленного изделия, почему мы его делаем? Ну, потому что рынок просит. Или потому что мы чувствуем, что здесь ниша есть под него. Например, там ниша под пилотный автобус, например. Или там электробус. И мы должны сразу понять, а что нам нужно? Что нам нужно? И хватает ли мощное с ней производство? А есть ли у нас кадры? А есть ли у нас станочное оборудование? А сколько будет стоить это изготовить? Какая оснастка нужна? И так далее, и так далее, и так далее. Дмитрий, слышали от вас формулировку технопарк юровского периода. Расскажите об этом, пожалуйста. Пожалуйста. Это когда появляется хорошая идея о том, чтобы построить завод, который будет что-либо изготавливать новое. И так начинается самое интересное. Да, и так начинается самое интересное. Появляется финансирование, строятся новые помещения, заливаются полы, ставятся станки с числовым программным управлением. И вроде как все круто. А потом садятся конструктора, им говорят, так, ребята, ну-ка, гоните чертежи в соответствии с ЕСКД, в соответствии с российским стандартом. Да вы что? Вы что, здесь у вас наклон шрифта не тот. Пошли вы к черту. Мы не примем ваши чертежи. И мне не интересует абсолютно вопрос, а в какое место станка, свернув в трубочку этот чертеж, его засунуть, чтобы получить детали. То есть люди абсолютно иногда не думают о том, что построив стены, поставив туда хорошее оборудование, но при этом не изменив, не трансформировав сознание и не понимая, что такое новые методы проектирования, постановки на производство. То есть это все просто теряет людей много денег. Вот совершенно с вами согласны, что есть такой момент, при внедрении, интегрировании какого-то решения, важно, чтобы принимающая сторона была к этому готова. И, наверное, иногда лучше, чтобы легче прошло внедрение оборудования и систем, подготовить ту сторону. С вашей стороны, делаете ли вы какие-то подготовительные этапы? Что я имею в виду? Может быть, вы сотрудничаете с вузом? Может быть, вы делаете какие-то обучающие программы? Может быть, какие-то лекции? Или все-таки проще здесь дождаться нового поколения, которое бы уже было готово к принятию новых решений? Я боюсь, что если ждать будем нового поколения, промышленность бы немножко помрет. Поэтому работаем с вузами, работаем со школами. Есть ряд интересных вузовских программ, когда у нас студенты получают, начиная с инженерной графики, начинают строить небольшие детали, потом переходят на выпуск курсовых работ уже в системе. Например, какой-нибудь редуктор проектируют и рассчитывают. Но, правда, тут, конечно, вы понимаете, какой открывается простор. Потому что из одного редуктора сделать другой в системе автоматизированного проектирования не стоит ничего. Поэтому делается вот так. Поэтому накрепать какой-нибудь умный студент может за пятерых это сделать. Это другой вопрос. Иногда бывает хорошо. В ряде вузов есть даже станки с числовым программным управлением. И туда можно, например, тогда уже сделать там полный цикл. Это замечательно. А еще с некоторыми вузами мы работаем по направлению интернета вещей. Поэтому так сотрудничаем. Некоторые вузы сами в этом направлении хорошо продвинулись. Есть, например, ряд вузов, в которых даже проходят так называемые хакатоны. Когда, например, за 4 часа люди должны написать небольшую программную оболочку, в которой 2-3 робота будут разговаривать друг с другом, а еще и передавать друг другу детали с помощью тележки, которая между ними есть. И все они это пишут на системе, которая основана на интернете вещей. Называется ThingWorks. Индустрия 4.0 у нас не за горами. Она не за горами. Дмитрий, я вынуждена вас прервать, к сожалению, на этом. Дорогие друзья, рекламная пауза. И снова здравствуйте. Мы продолжаем программу технологий для бизнеса. С вами ее ведут Татьяна Зайцева и Кристина Силаева. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Мотовилов, заместитель генерального директора компании «Продуктивные технологические системы». Здравствуйте еще раз. Еще раз здравствуйте. Что вы здравствуйте? Мы остановились на разговоре об индустрии 4.0. Как вы видите ее? Много разговоров про индустрию 4.0. Приведу пару примеров и хватит. Что нравится, куда хочу... А что это вообще такое? 3.0 это еще понятно, а вот 4.0 это что-то... Индустрия 4.0 это так называемые умные, взаимодействующие напрямую устройства по удобному, простому протоколу. Интернет вещей так называемый. Умный дом, интернет вещей. Умный дом, умная производственная площадка и так далее. Умный трактор. Или, как мой один друг сказал, умный утюг. Но это, говорит, очень плохо. Представляешь, у тебя утюг, дом стоит, а хакеры его включили удаленно. У тебя квартира сгорела. Это такой страшный пример. Попроще, если то... Спасибо, что сказали. Честно говоря, не задумывался никогда об этом. Бойтесь умных утюгов, если вы видите, бегите от них. Например, есть химзавод, на нем стоит определенное количество насосного оборудования, которое гоняет разные фракции. Все эти насосы надо обслуживать, все эти насосы надо ремонтировать. Как обычно ремонтировать насос? Так, прошло тысяч часов, или там 10 тысяч. Все. Надо его разобрать, посмотреть, заменить то, что надо, собрать и так далее. На этот момент, естественно, там какая-то производственная часть производственного ведения стоит. Останавливаться. Что делать? Есть решения, они наполовину программные, это наша часть, наполовину железные. Много компаний есть, которые разрабатывают вот эти датчики, которые устанавливаются на оборудование, с них снимают различные характеристики. Тепловые, обороты, вибрации и так далее. Вся эта информация через либо каналы, то есть через провода, либо по Wi-Fi, закрытому, конечно, каналу, стекается в одно место, на сервер. Много информации. Только что с ней делать-то? Здесь включается другая часть интернета вещей, это так называемое машинное обучение. Это когда у тебя есть определенный набор данных, скажем, поток, потоком идут данные. И система сама после определенной тренировки может распознать определенные выбросы, флуктуации, когда у тебя, например, тот или иной насос начинает вибрировать сильно, или у тебя пульсация и давление идет. И это значит, что к нему надо особое внимание, присмотреться. Что это дает? Это дает возможность прийти на так называемый предсказательный метод обслуживания ремонта. То есть, когда ты уверен в том, что это... А это значит, что можно запланировать остановку этого насоса, это значит, что можно сделать, перекрыть производство, и компания ничего не потеряет, потому что безостановочная абсолютно неправильная пилота. Абсолютно верно. А вот смотрите, в связи с этим у меня вопрос. Мы в первой части программы коснулись того, что деталь можно протестировать до ее создания. И, наверное, не наверное, я думаю, что точно, это то, что прежде всего интересует бизнес заказчика. Отсюда следующий вопрос. Кто, собственно, выступает заказчиком внутри компании? Это первое лицо, это собственник, это техническая служба, технический директор. И как в дальнейшем строится взаимодействие? Участвует ли в этом маркетинговая служба, которая понимает, что эту деталь дальнейшую нужно реализовать на рынок? Как это происходит? Как это происходит? Абсолютно по-разному. То есть иногда это просто сарафан, потому что самое ценное, что у нас есть, это репутация. Поэтому сарафанное радио, когда к тебе приходит совершенно незнакомый директор или технический директор завода и говорит, слушай, расскажи-ка мне, что вы там делаете, потому что мне мои знакомые сказали, что вы поработали с ними и они там достигли определенных результатов, хороших результатов. Иногда это бывают финансисты, потому что они идут, например, от того, что у них там есть ERP-система, которая, да, обсчитывает себе стоимость, только потом оказывается, что данные в эту ERP-систему бабмани руками вбивает. Сидит и вбивает. А данные должны идти из структуры изделия, из состава изделия, из описания технологических процессов, причем они должны попадать из нашей системы в ERP-система напрямую. Тогда ERP кормится правильными, точными данными. Тогда мы действительно можем обеспечить нормальный расчет себестоимости. Это один из вариантов. Иногда все это получается с низов, когда люди инициативные, им интересно, они сами осваивают новые системы проектирования, потом приходят к руководству и говорят, смотрите, вот мы добились определенных результатов сами, взяли, скачали тестовую версию, сами на ней построили что-то. У меня там ребята построили переход, например, быстровозводимый над дорогой в одной из фирм, сами его рассчитали. Потом пришли к директору и сказали, смотри, мы это делали столько времени, теперь делаем столько времени. А, понял. Ладно. Я осознал, все. Или наоборот, раньше мы это сделали столько, а чтобы мы это делали, там, в 10 раз быстрее, эффективно, нам нужно вот такое решение. Так? Да, абсолютно верно. Кстати, еще одна часть, уж не знаю, может, я зря это вплетаю сюда, но мне эта тема очень нравится. Когда мы внедряем наши технологии, во-первых, приятно, что любое изделие, которое у нас в проектировании, можно мгновенно спрототипировать. То есть, то, что сейчас называется новый метод изготовления изделия путем быстрого прототипирования. Это раз. Второе. Сейчас развивается в нашей системе, например, сейчас развивается новая, принципиально новая методика, это проектирование под прототипирование. Да, то есть, когда ты понимаешь, что раньше ты понимал, что эту деталь ты можешь сделать так, ты можешь ее отлить, ты можешь ее отштамповать, ты можешь ее обработать на станке с ЧПО. А теперь ты понимаешь, что ты ее можешь вырастить. И она может быть абсолютно другой формы, она может быть абсолютно похожа на те органические формы, которые, например, представляют, например, кость берцовая, например, Она же идеально разнопрочная. Почему? Потому что она сделана методом, в самом лучшем мире методом прототипирования с помощью матери природы. Дмитрий, хотели поконкретнее узнать, ваше решение, они для каких отраслей, с кем вы работаете? Вообще они для всех отраслей промышленности. Промышленности? Да, в основном это промышленность, это наука, это научные институты, это конструкторские бюро, и так далее, и так далее. Ну, из таких интересных, знаковых примеров можно привести, наверное, транснефт нефтяные насосы, вот это тот самый, как сказал Дмитрий Медведев, и крафинированный пример импортозамещения, действительно, и трансферотехнологии. То есть санкции коснулись вас? Нет, просто народ, транснефт рано или поздно поняла, что хватит уже покупать насосы, а давайте мы их будем делать сами. И они сделали то, что сделали в свое время умные люди из политбюро ЦК КПСС, тогда они пошли к итальянцам за ФИАТ-124, а сейчас они пошли к итальянцам на фирму термомеканика за насосами. И действительно, они переняли не только чертежи взяли, чтобы клепать то, что было сделано там. Нет, они действительно стараются, они перенимают методологию проектирования этих сложнейших изделий. Получается. И нам с транснефтью было работать просто, потому что, во-первых, там был замечательный совершенно генеральный директор Павел Беленко. Он технарь настоящий, это прекрасно. И, во-вторых, там был опыт термомеканика Помпе из Италии, который те же самые технологии проектирования и постановки на производство использует, которые внедряем здесь мы. А в медицине? В медицине, да, очень классно. Спасибо, что напомнили. Бердск, рядом с Новосибирском. Бердское море, на берегу его стояло предприятие, сейчас они уже переехали в технопарк, на Нью-Йоркского периода. Называется Ортез. Они делают благое дело. Они делают ноги железные, то есть протезы. Да, сейчас, несколько лет назад, по повышению курса, сейчас стало дорого. Спрос увеличился. методом, и они... А ваш вклад в какой? Наш вклад следующий. То есть вы спроектирули вот это... Мы им поставили систему, с помощью которой они, первое, делают проект, например, сложнейшие вещи, протез коленного сустава. Это сложнейший механизм, в котором есть пружины, эластичные компоненты и так далее. Он должен прослужить определенное количество циклов обязательно. Они все это проверяют на электронном макете. Нагрузка, сгиб, там туда сюда, да? Нагрузка, сгиб, все, там есть детали из композиционных материалов, они тоже у нас считательно учились. Прочность, жесткость. Прочность, жесткость, циклическая прочность, то есть это наработка на отказ. Это одна часть задачи. Вторая часть задачи, они оттуда же, с того же цифрового макета, получают что? Управляющие программы для их станков с ЧПУ, потому что они очень хорошо оснащены. Пришел заказ, они сделали или модификацию проекта, либо новый проект и пошли на изготовление. Все. Ну, естественно, рассчитали предварительно. Но это вот, мне нравится этот пример, потому что это вот небольшая, динамично развивающаяся фирма, мы постоянно с ними работаем, они у нас что-то спрашивают иногда, мы помогаем, что-то дорабатываем, постпроцессоры там для станков с ЧПУ делаем и так далее. Бывают, конечно, очень крупные заказчики. Например, вот всем известная замечательная фирма ракетно-космический центр «Прогресс» в Самаре. Там за последние годы очень мощное АКБ развелось в последние лет 15. Ну, они все проектирование новых изделий они делают в нашей системе. Могу сказать, что это не мое, это не мои цифры, это их цифры. Раньше они спутник доопытного образца доводили до 6 лет, сейчас они делают это за год. Ну, так, в общем, ничего. К чему мы очень рады. Да, но мы, конечно, шли к этому долго. Дмитрий, наша передача подходит к концу, у нас осталась буквально минутка. Ваши планы на будущее, куда вы смотрите? Наши планы на будущее – это развиваться, расти, делать так, чтобы нашим заказчикам с нами было хорошо, и чтобы мы добивались результатов, за которые не стыдно. Это раз. И второе – это понимая, что до индустрии 4.0 надо хорошо здесь организовать работу в индустрии 3.0 все-таки двигаться туда, двигаться в дополнение к интернету вещей, двигаться к цифровой трансформации, двигаться к 3D-прототипированию. Ну, вот, наверное, так. Спасибо, Дмитрий, за интересный рассказ, спасибо, что пришли к нам в студию. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Технологии для бизнеса». У нас в гостях был Дмитрий Мотовилов, а вели программу Кристина Силаева и Татьяна Зайцева. До новых встреч. Дорогие друзья, до новых встреч. Продолжение следует...